Значит, для борьбы с декогеренцией они решили перевести кубит, использовать состояния запутанные. Состояние Schrodinger-Kate States — это противофазные когерентные состояния, суперпозиция этих состояний. Эта система будет устойчива к дефазировке, и поэтому для Error Correction нужно будет сфокусироваться на исправлении ошибок, которые приводят к битфлипу. Также к таким состояниям достаточно легко перейти, просто использовав Drive. Значит, в первую очередь нужно описать систему, которую они используют. Она была подробно описана в статье выше, которая в 2017 году была опубликована. Значит, система состоит из, в данном случае, трех больших Джозефсонов с большой Джозефсоновской энергией и одним маленьким Джозефсоном. Дальше эта система может быть описана таким потенциалом. Гнук Дефи — это сверхпроводящая фаза на маленьком Джозефсоне, и массив из N больших Джозефсоновских переходов описывается одной общей фазой. Динамику можно исключить, так как выполнены вот эти условия, что Джозефсоновская энергия больше зарядовой, а также емкость на Землю меньше, чем ЦЖН. Динамику, а это означает, что они в квантовом режиме? Да. В этой статье они стремились избавиться от… А, ну вот этот потенциал можно разложить в ряд Тейлора вблизи минимума. И в этой статье они стремились избавиться от члена четвертой степени и оставить только кубическую нелинейность. Ну, нам нужна нелинейность для… Ну, понятно, зачем она нужна, но проблема в том, что четвертая степень, нелинейность четвертого порядка, она вызывает сдвиги фаз нежелательные. Вот. И когда у нас очень много мод, это достаточно проблематично. Вот. И вот в данной статье 3WaveMixingJSoneDeployElement они выбрали точку, показанную здесь, где C4 равно нулю, ну а C3 какое-то ненулевое, достаточно большое. И построили соответствующий потенциал. Вот. В нашем же случае для нас важен и обе нелинейности третьего порядка и четвертого порядка. А что там по СИИ? По СИИ. А, точно, ну, забыла сказать, что наш потенциал зависит от альфа, Н и внешнего магнитного поля. Мы должны выбрать эти три параметра, ну, чтобы… Мы должны найти оптимальные параметры. Для этого… Ну, мы не можем выбрать n равное единице, это получится сквит, и наш потенциал будет косинусом, то есть никакой третьей степени мы не получим. Поэтому дальше они рассматривают, ну, как они написали, что для фабрикации просто n равное 3, и давайте возьмем n равное 3, но это может быть… Эти рассуждения могут касаться и для… Могут быть распространены и на больше n. Вот, они выбрали n равное 3. Вот. И дальше на этих графиках нарисована для С4 и С3 зависимость альфа от внешнего потока. То есть они выбрали n равное 3, и дальше они, вот эти вот параметры, находят их зависимость от альфа и внешнего потока. То есть с помощью этих ручек мы можем управлять коэффициентами перед нелинейностью. Переходим к нашей системе. То есть тут точно такая же система, но нам нужно ненулевое С3 и С4. Чип, который… Вот этот вот снейл-элемент, как они назвали этот элемент снейл, потому что это нелинейный асимметричный индуктивный элемент. Вот. Этот элемент снейл был помещен в 3D-резонатор, который состоял из меди и алюминия. Нам нужно, чтобы магнитное поле пронизывало образец, для того, чтобы как раз мы могли… За счет того, что поток, он управляет величиной нелинейности в нашей системе. Вот. Затем показан этот элемент снейл и его фотография. Вот. Перейдем к гамильтонианам. Значит, наша система состоит из этого снейл-элемента, у которого есть нелинейность 3-го порядка и 4-го порядка. Дальше есть для считывания резонатор. Есть связь между кубитом и резонатором и драйвом. Один драйв нужен… Ну вот, чтобы переходить к этим… Кэт-стейтам, это первый драйв. Тут омега-с, это омега-сквиз называют. Вот. Ой. Снейл-кубит. Снейл, да. Снейл-кубит. То есть, тут большие трижесомские переходы и один маленький. И который описывается вот таким потенциалом, в котором есть кубическая и четвертая степень нелинейности. А эта будет маленькая, да? Что? А эта степень будет? Она шампатная будет? Да, будет, но они ее не рассматривают, она будет меньше и… Ну, они ее вообще не рассматривают. То есть… Честно. Кажется, степень не сразу… Кто тут есть в состоянии кубитом? Это вот будет дальше. Да, это вот буквально через слайд-2. Вот. Ну, то есть, мы раскладываем по малости фи и как бы пятая степень она еще меньше. И они ее не берут в учет. Виктория, расскажите, пожалуйста, почему там конденсаторы, пластинки конденсатора друг относительно друга на дельта смещены? Вот. Вот. Это я не поняла. То есть, написано, что, как бы, эти пластинки, они там нужны для дисперсионного считывания, состояния кубита. Вот. И там было написано про это дельта, но оно ни в каких, как бы, формулах не стоит. То есть, как бы, чем оно… Для чего оно используется, не очень понятно. То есть, написано, что оно там 0,22. И я думала, зачем это нужно. То есть, видимо, чтобы, наоборот, как-то уменьшить связь. Вот. То есть, связь между резонатором и кубитом. Может быть, она как-то определяет эту связь? То есть, если она будет равна… Ну, вот в формулах, да. Проблема в том, что в формулах нету никаких. То есть, даже вот в формулах для связи ее нигде не было. Вот. Я просто, ну, как бы… Я просто не нашла ее в формулах, поэтому не очень понимаю, на что она влияет. Но они, как бы, могли ей управлять и как-то подстраивать в эксперименте. Ну, вот. В смысле, вот пока… Нет, пока он открыт. Пока чип в холодильнике? Нет, пока чип открыт. До помещения в холодильнике. Но, когда он уже изготовлен, они его как-то могут менять? Нет, это не написано. Я думаю… Ну, в смысле, они выбрали этот 0,22 каким-то образом. На этапе фабрикации. Это имело какой-то смысл, да. Вот. А, как бы… Но они не написали. То есть, они написали, что… Reintroduce small precisely tuned… Вот, tuned coupled. Ну, понятно, видимо… Впрочем, это нужно для редаута дисперсионного. И, как бы, они написали, что… Как бы, тут всего одно предложение про эту дельту. Я вот сама не поняла ее смысла. Ясно. Ну, видимо, они так инженерируют coupling с помощью нее. Надо понять там, с какой модой взаимодействует. Да, это про coupling. Это про дисперсионное считывание. Обычное наше понимание. Спасибо. Я не смогла ответить. Вот. Тут два драйва. Один нужен, чтобы мы переходили в состояние cat state. А второй нужен, тоже член интересен, он для драйва, который будет cat readout. Значит, в первую очередь, с помощью преобразований хотим избавиться от членов взаимодействия между резонатором и кубитом. Ну, для этого преобразования… Ну, для перехода гамильтониану в форме Джеймса Каминса, если, как бы, это унитарное преобразование разложить до первой степени по G2 на дельта, то можно просто произвести такую замену, и мы получим ответ. Вот. Мы перешли к такому гамильтониану, затем мы хотим избавиться от слагаемых… А по лице это что-то заходит? Вот… Какое? Вот там. Вот это вот, да? Или что? Там три члена вот. Сверху. Сверху. Вот третье тоже. А, вот это? А, hc. А, hc. Это связь между кубитом и резонатором. То есть, вот обычный резонатор и вот наш кубит, который имеет третий четвертый степень. Вот. А это дисперсионная… Ой, это драйв. Да, тут вообще ничего не видно. Я просто смотрю на компьютер. Да, сложно. Так. Значит, потом получили новый гамильтониан и хотим избавиться от… упростить накачки вот эти. Даже избавиться от этих накачек. Хотим перейти к другим переменам. То есть, мы как бы… Ну, эта накачка действует на наш кубит и мы, делая подобные преобразования, переходим к новым операторам. Сдвижки теперь зависят от времени. Сдвиги. Вот. И мы можем с помощью такого преобразования перейти к гамильтониану с более простой формой. Вот. Но F достаточно, ну, громоздкий. Вот. И он зависит от времени. Вот эти вот «Е-эффективные» были… «КСи-эффективные» были найдены из того, что… Ну, чтобы избавиться от этих членов, чтобы они обнулялись, вот. Вот были найдены вот эти вот выражения для «КСи-эффективных». Как? Можно вот… Тут же две частоты, да? Они разные. Удравимые. Да. Они вообще не связываемые? Есть… Вот на следующем слайде есть связь между ними, да. То есть вот «Омега-С» — это сквизинга, и «Омега-Кейт-Редаута». Она зависит от частоты резонатора считывающего и частоты сквизинга. То есть, а при чем вообще это состояние? Мы просто хотим перейти к вот этому гамильтониану, а потом уже говорить про когерентные состояния, потому что когерентные состояния будут собственными. И вот следующий слайд будет как раз про вот эти состояния. То есть просто мы получаем такой гамильтониан, дальше… Да, вот мы хотим вот этот вот получить «Ашкет», да, но как бы изначально он исходит из этого гамильтониана. То есть нам нужно на нашу систему подействовать двумя драйвами, потом ее преобразовать несколько раз, перейти во вращающую систему отсчета, и дальше вот гамильтониан красным выделенный, он достаточно важный, потому что он много чего объясняет. То есть мы дальше перешли во вращающую систему отсчета. То есть тут специальные такие частоты, чтобы другие члены, которые могли бы быть в этом гамильтоняне, они ушли. Так, ну, например, когда мы делаем приближение вращающейся волны, ну, часть членов уходит, и как раз остаются только вот эти, которые… Видите мышкой, пожалуйста, где выделено красное? А, вот это вот красное. Вообще, может, я попробую зайти в конференцию? Там будет видеть картинку. Так удобнее, да? А, да, точно, точно, точно. Вот все очень хорошо. Да. Вот. И тут вот эта кировская нелинейность. Потом есть элемент, который как раз отвечает за переход в состояние getStates. Потом есть элемент, слагаемое, которое необходимо для дисперсионного считывания. Штарковский сдвиг, который происходит из-за того, что приложено два тона. И последние два слагаемых, они нужны для кетредаута. Вот. И если поле кетредаут второй драйв отключен, то наш гамильтонян выглядит вот так. Дальше мы можем подобрать такое частоту омега s, чтобы сократились вот эти члены. Ну, в смысле, они вместе давали ноль. И мы получаем это последний гамильтонян. А3, да. То есть это мы переходили сначала от А0 к А1, потом для того, чтобы избавиться от связи между кубитом и резонатором. Потом мы от А1 переходили к А2 и к А3, чтобы как раз избавиться от первой и второй накачек. А потом я просто А3 переписала как А просто. Вот. Мы получаем последний гамильтонян. И переходим к… То есть это ступо в том, что для белых каждого гамильтонян есть твоя система… Да, да. То есть изначально, чтобы мы понимали, что у нас по сути происходит, что у нас есть просто вот этот вот элемент и два драйва. И дальше мы с помощью неких преобразований переходим к такому гамильтоняну. Вот. И дальше его собственные состояния – это конкретные состояния. И причем этот гамильтонян у него есть два экстремума, которые… Это плюс-минус корень из Е2 на К. Е2 – это вот коэффициент перед А-крестом квадратным. А-крест А у нас получилось – это вот из кубического члена. То есть вот тут видно, что е2 – это пропорционально… А, вот это вот вы имеете в виду… Число фотонов. Число фотонов вообще не входит. А, про тейтинг-фрейминг? омега-С? Число фотонов в Сан-Тракшн? Ну там похожи на то. parlcliffe пальчик. П tu ик. Вячеслав Вячеслав, где-то еще была в одной сер conten peppermintry place? Пам-рухала. Про что? Про гамильтарик комитет. Число фотоновron – в Вот тут есть, вот мы просто находим такие омега-с, чистоту омега-с, выбираем такой, чтобы сократить вот эти два слагаемых, то есть это Штарковский шифт и вот эту дельту. Вот, переходим, то есть дальше у нас есть когеретные состояния, которые являются собственными для этого гамильтониана и мы можем рассмотреть кет-стейтс, это суперпозицию двух состояний с противоположной фазой, альфа плюс, ну, альфа плюс, минус альфа и… Можно, можно, да. Ну, в принципе, это неправильно. Вообще, верится не так. Или тут какая-то хитрость есть? Тут как-то вот К и Е2 меня все равно должны быть связаны специально. Может, имеется ввиду, что изменение комбинации, а окрест является собственным состоянием? А плюс окрест, может, это имеется ввиду, что оно является собственным состоянием? Сейчас, а вообще, на самом деле, кто здесь, собственно, здесь, мне кажется, собственные состояния, типа, тут такие. Тут такие собственные состояния. Мне кажется, тут написано плюс-минус а, да, где-то есть суперпозиция. Это приближенное все-таки собственное состояние, да? Да, похоже, что тут… Нет, какие-то точные кажутся, но это не просто геренды, а какие-то их комбинации. Не, но они не могут быть точными, они же вон там, это самое, неортогонально. Ну, считая, что число фотонов большое, хотя это будет два фотона. Ну да, если большое, то да, но при двух вряд ли, да, вот как раз тут и написано 0,12, да, видим, когда два фотона. Да. Ну, они говорят, что они практически ортогональные. Рассматривают для больших N, а потом говорят, что, ну, в нашем случае что-то такое же. Вот. Значит, есть случай, если E2 равно, E2 равно 0, это случай обычного кубита, ну, можно сказать, трансмона с нелинейностью 2К. Мы хорошо знаем, можем изобразить на сфере Блоха его там состояние, а потом при… Дальше состояние С плюс и С минус, они переходят при E2 на К, стремящемся к нулю… С плюс переходит к нулю, а С минус к единице. И если мы будем делать адиоптически, включать эту накачку, то мы можем, как бы не меняя состояние, перейти к этим С плюс и С минус. Вот. И мы изображаем на второй сфере Блоха, по оси Z откладываем С плюс, С минус, и дальше, соответственно, находим состояние, расположенное по X и по Y. По X это получились плюс-минус альфа, которые практически ортогональны. Конечно, ничего утверждения, на самом деле, как это делается. То есть, как они делают, это самое очередное, что выкатает вам. То есть, они просто включают адиопатически эту накачку, E2. Берут кубит. То есть, это вот сквиз. Берут, 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 E2 делают равную нулю. Сначала готовят кубит в состоянии, там, довольно позиционная эдминция, почти как трансморс, не можно с ним перевернуть. Ну, правда, такой сильный лень, трансморс, все. А потом адиопатически включают E2. Ну, и как бы он не живет долго, пока они это делали, он не успевает, на счастье, мне кажется, это плохого. С каждой герентости получается, должно получиться такое состояние. А чему это равняет, чему они стоят? А, вот написано, это E2 делить на К. Да, это как бы E2 делить на К, это экстремум этого гаммелькениана. E2 там, например, по ренту, чем-то он там… E2, он как раз выражается через… Вот он зависит от нелинейности третьего порядка. То есть, благодаря тому, что в нашем гаммелькениане есть кубическая нелинейность, мы получаем вот это вот слагаемое, которое нам позволяет переходить в двухуровневую систему, в котором уровни – это вот эти cat-state. И они… Что именно? E2 мы можем двигать с помощью потока внешнего магнитного. XI зависит от частот и от амплитуд этих драйвов. Да, но мы убрали ценатор, убрали тогда драйвы. Вот. А, и дальше еще можно посчитать, что вот в этом… для этой двухуровневой системы оператор A будет выполнять… ну, будет практически равен альфа на сигма-х. Альфа, да, это корень числа фотонов, да. 4 фотона. 4 фотона. Нет, 2 фотона, 2. Ну, оно должно быть большое, но у них там 2, 2,6 – ну, среднее число фотонов. Много. А почему он может быть небольшой? Зачем? Ну, чтобы… Ну, потому что там все эти вот, например… Ну, это классическое приближение, по сути, да? Да, да. Ну, если… Ну, если… Нормально. То есть, чем больше, тем лучше. Ну, как бы, тем формулы более… Ну, может, один процент. Ну, вот, а не совсем то, что один квадрат равно… Ну, да, я просто посчитала… Ну, вот с такой, получается, точностью. Также, если рассматривать Гамильтониан… А, то… А, то… А, вот что. Сейчас, секундочку. Есть Energy Gap. То есть, эти Gap-state, они отделены от остальных состояний Гамильтониана энергических щелью. Величина этой щели 4KF. И… Как это… Как они это посчитали? То есть, они взяли этот Гамильтониан, дальше сделали такую сдвижку по Альфе, считая, что Альфа очень большое, перешли к этому Гамильтониану. И основной вклад дает первое слагаемое. А это просто осциллятор. И дальше они посчитали этот Energy Gap как расстояние между нулевым и первым возбужденным уровнем у осциллятора. и просто получили 4K… Ну, Альфа-квадрат или N – среднее число фотонов. Дальше они нарисовали спектр, изображенный здесь, который… Просто они, честно, решили этот Гамильтониан и получили спектр потенциала. Гамильтониан, который написан сверху, он точнее, чем тот, с которым они работают. Тут они просто… Вот эти два слагаемых, они их не убрали. То есть, да, они работают с таким Гамильтонианом, когда у нас частота сквизинга отстроена от двух частот… Правильно я понимаю, что у них, на самом деле… Какая отравенство выполняет? У них, на самом деле, Гамильтониан… У них, на самом деле, Гамильтониан, когда вот они будут менять отношения Ех-Ех-Ех-Ка, у них, на самом деле, Гамильтониан будет не такой, как написан данный, который нужен, а он будет, на самом деле, такой, который написан строки сверху. И поэтому они его и рассматривают. То есть, реально Гамильтониан не такой простой, не такой идеальный, реально он в верхней строчке не описывается, если мы хотим всякие информации производить. То есть, только в конце, когда уже в третье перейдем состояние сведенического кота, мы в новом состоянии разведем, он будет такой простой совсем. Обещание более сложное, но все равно подтверждают, что нужное состояние, и они длины большие, это не нужны, поэтому понятно. Все хорошо будет с эволюцией, когда будете плавно менять параметры, все равно, в личном состоянии, с ней ничего не плохо. Зачем, черт вопрос, зачем они осматривают этот вот верхний строки? Правильно объясняю или нет? Или там что-то другое? Ну, это может быть просто более общий случай. То есть, здесь как бы, чтобы перейти к такому гамильтониану, мы накладываем строки условия на S, омега S, то есть частоту сжатия и амплитуду. То есть мы накладываем жесткие условия на второй драйв, чтобы получить такой гамильтониан, более упрощенный. Ну, да, но в основном они в своих численных симуляциях они рассматривают вот этот вот HS. с гамильтониан. Да, да, это вот они написали, что в этой системе отсчета во вращающемся и после преобразований они получили вот перевернутый потенциал. Вот, да. И у них, ну, ground state это вот наверху, вот это вот ground state, есть вот эти два альфа, минус альфа и альфа. Кагеретные состояния и потом их суперпозиция это вот эти cat state. Это как ground state? Они пишут, что это как ground state, потому что потенциал он перевернут. А этот переворот потенциала, он произошел из-за того, что мы в такой системе отсчет. Ну, почему? Это будут какие-то состояния. Другое дело, что если вас интересует, как только они релаксируют, вот гарантия, это основное состояние. Ну, как бы, если что, то релаксация происходит вот в эти состояния, в ground state и в альфа. То есть из... Да, 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 да. Они написали, что... Ну, как бы... Тут, потому что такая хитрая система, пожалуйста. Да, да. То есть это как бы... Потому что это вращающая система отсчет, два драйва, тут вообще непросто. То есть, на самом деле, эти фансы, конечно, выполняются. Ага. Ну, то есть... Граунд state — это вот эти два состояния, минус альфа, плюс альфа. Их суперпозиция — это вот cat state, и энергия у них одинаковая, потенциал симметричный. Они сидят на дне потенциала, да? Да. То есть они как бы сидят на дне потенциала, они вот локализованы в экстремумах, но как бы в этой системе отчета это верхушка, это максимум. Ну, как бы это просто перевернутый потенциал. Да. На самом деле он другой. Там энергия, на самом деле, настоящая энергия, с определенными, просто, может быть, и, как раздавание, может быть, энергия. Но это... Когда вы обсуждаете про стоящее, не стоящее, когда будет релаксироваться, не нужно здесь смотреть, не нужно думать, что она будет релаксировать где-то какого-либо скорости. Ну да, но они это прямо написали, что релаксация происходит вот в эти... ну, как бы, по картинке наверх, но на самом деле вот в эти... это ground state. Альфа... Что? Ну, там... Ну, здесь четыре, это слово. Да, два страны. Ну, вот это, как бы, их много. То есть, это, как бы, остиллятор, и получается... Вот мы просто... Оператор D, это вот... Оператор этого сдвига, или как его правильно назвать? D от альфа. Да, да. Displacement. Да. Displacement. Вот. И он действует на ноль, получаем плюс-минус альфа, который у нас здесь. Дальше мы действуем на единицу, и получаем вот эти вот состояния. Запутанные, потому что они вырождены, они запутываются. Ну, вот. В смысле, потому что у нас потенциал симметричный, и поэтому энергии одинаковые, получается, состояния. Вот. И они говорят про симметричное и антисимметричное состояние. Вот. И так же, как я понимаю, у нас есть там второе состояние, и так далее. Но как они... Как бы, тут суть в том, что они говорят, что вот этот вот energy gap между альфа, ну, плюс-минус альфа, и следующими возбужденными уровнями, это 4КН средние. Ну, можно сказать, что какое-то изменение исходный, да, для какого-то состояния будет более-менее, соответственно, минимум энергии. Ну, вот они говорят, что это да, это минимум энергии. Ну, это как бы, как бы, это и есть ноль, но просто... Ну, это как бы, это и есть ноль, но просто... Ну, потому что... Ну, потому что... Нет, почему? Ты добавляешь, что это... Есть понимание энергии. Ну, ты же можешь добавить какую-то, по крайней мере, типа, лимбатому столу, да, с переходом без усохновения и грязня. Сверху и вниз. Ну, можно... Нет. Можно добавить ниже и вверх. Добавить. Ну, тогда... Ну, а... Ну, а... Ну, а... Ну, а... Ну, а... Ну, а... Ну, а система динамическая и равновесная, тут Саша говорил, поэтому, в принципе, может и вверх падать. Ну, вот, как это упоминает, что если барец в флаке работает, то у вас там все равно будет подвинуться. Ну, какая будет эффективность с температурой? Это другой вопрос, конечно. Но гиппан подтверждает, что тоже должен быть, и если у вас там есть какие-то особи, глижет, и все прочие вещи, то вы там не где-то гуляете. А если вы не где-то можете гулять, а в состоянии, то у вас будет тоже гиппан. Ну... То есть это вот... то есть это вот... Не, ну, даже в обращающейся к нему, нужно поменять, что сделать, но я просто себе тут один и не знаю. Пожалуйста, какая ваша... Ну, не знаю. Ну, вообще, если... ... ... ... ... ... поясня... ... ... ... ... ... ... ... ... Какой будет гэп, понять, что об этой системе будет. Ну, вот да, от верхнего к нижнему. Нет, вот этот Камильян у нас изначально. И дальше мы хотим понять, какой основной вклад в него при больших алифах. Ну, в статье написано, что эти состояния отвечают нижним вырожденным собственным значениям гамильтониана. И, следовательно, не not decay to vacuum. А параметр альфа? Ну да, мы считаем, что он большой. Чем больше альфа, тем более ортопинальный альфа и минус альфа. Там просто у них в эксперименте получается так, что чуть больше двух потонов. В среднем больше двух потонов. Ну, вот это тут самая большая альфа. Ну, в смысле… Ну, то есть, как я поняла так. То есть, что они при больших альфах раскладывают… Ну, считают, что альфа большой и определяют основной вклад от какого слога. Говорят от первых. Ну, это видно, потому что это квадрат, а дальше других… Либо первая степень. Первая степень. Вот. Поэтому говорят, что… Видно, что этот гамильтониан отвечает гамильтониану гармонического осциллятора. Дальше начинается эксперимент. Да, значит… Рабиосцилляции. 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 Асцилляции происходят вокруг оси Х под действием такого драйва с амплитудой εx и частотой на частоте кубита, которая равна… Омега-с равняется двум частотам кубитам. Значит, что происходит? Есть импульс… Ну, вот схема импульсов. В первую очередь мы подаем сигнал на частоте омега-с для того, чтобы перейти в cat states. Дальше мы добавляем сигнал для возбуждения Рабиосцилляции. Возвращаемся к нашему обычному кубиту и производим дисперсионное считывание. Так как наш гамильтониан вырожденный, то легко понять, чему равняется частота Рабиосцилляции в такой системе. Это омега-с, которая показана внизу, и мы видим, что зависит от фазы драйва и от альфа, который пропорциональна корню из ε2. Дальше они экспериментально получили такую зависимость омега-с от корня из ε2. Мы видим тут действительно линейную зависимость, начиная от какого-то ε2. Также мы видим экспериментальные данные по полученным Рабиосцилляциям. Сейчас, тут что-то непонятно. То есть, что с Видидрайв и Раби-драйв производятся одновременно, причем Раби-драйв, короче, с Видидрайв целиком у него укладывается. Да? Да. Ну, то есть, сначала мы перешли к Кату. То есть, вот тут вот мы перешли к Кату, вот, адиабатически. Потом мы включаем наш второй драйв для Рабиосцилляции, ну, для возбуждения Рабиосцилляции. Потом, ну, вот мы меняем это Дельта-Т. И потом мы заканчиваем возмущение и возвращаем нашу систему обратно. Да, тоже адиабатически. Там тогда почитать не умеет. Да. Да, да. Вот это обычное считывание, как дисперсионное, с помощью вот того хи-здвига. Затем были осуществлены однокубитные гейты. Сначала единичный гейт, который... То есть, мы просто делаем сначала томографию, потом мы переводим кубит в CatStates, и потом затем опять возвращаемся обратно, делаем томографию и дисперсионное считывание. Затем мы делали такие гейты и поворот на пип-полам вокруг оси Х и вокруг оси З. Ну, тут показана последовательность импульсов, которая применялась. И, как вы видите, в Дельте чуть больше 80%. И основная ошибка происходит как раз, ну, вот как мы видим из, ну, от единичного гейта, что очень большая ошибка из-за, ну, вот во время подготовки состояния измерения. Также было проведено другое измерение, в котором была серия из... Ну, то есть, не один импульс по... Ну, тут получается, что тут наподобие рабиостилляции. То есть, вот второй эксперимент, где мы вращаем на пип-полам вокруг оси Х. То есть, тут он происходит точно так же, только мы, делая рабиостилляции, выяснили, ну, длительность этого импульса. Вот. И тут вместо одного импульса делают N импульсов таких и смотрят на фиделити. И фиделити не сильно изменилось, и они нашли вот инфиделити конкретно повороты вокруг Х, и это было порядка одного процента. То есть, самая большая проблема, это... То есть, они говорят, что наибольшая проблема как раз во время того, как мы переводим нашу систему в CatStates и обратно. И они говорят, что эти можно... Ну, что можно в 40 раз улучшить показатели, если просто подобрать правильную форму импульса. Но, как бы, они просто написали это предложение, ну, как бы... И сослались на другую статью, я помню, что было. То есть, так будет. Дело в том, что эта работа действительно не гречит к каким-то первым и высшим степеням в исходном разложении. Да, вот. То есть, скажешь, как бы, если все это числить, то это сразу будет... Такая же шея. Нет. Тут несколько приближений, на самом деле, делают. Вот насколько все эти приближения, они, как бы, приводят к тому, что теперь получается. Где здесь какие-то оценки теоретические, которые получаются в идеальном случае. Если она в идеальном случае будет, ну, как бы, в идеальном случае, она будет в этом конечностью получаться. Ну, из неопигональности, из того, что они приближения, что дело сделают. Вот. Есть там... Нет, да. Таких об этом нечего. То есть, окей, услугас можно лучше? Ну, просто, да, поменяв форму импульса. Ну, как бы... Ну, они состались на какую-то статью, которую я, правда, не открывала. Вот. Я-то понятно, что их потом будет много. Наверное, сейчас будет хорошо. Есть разные места, которые, видимо, по-разному ведут себя. Ну, вот, анимеп – это переход как раз от кет, ну, от фоковского кубита к кет-кубиту. Кстати, ошибка в этих редаутах. Что-то такое. Ой, что-то, кстати, было. Сейчас я... Может быть, так, чтобы этот редаутский ошибка получил, как сказать, там, в редауте? Ну, да, они писали, что есть ошибка редаута, но это, наверное, в сублементре у меня просто не распечатано. Сейчас я... Просто, если я выйду, у меня... Не знаю. Сейчас, извините, тут у меня как-то спрятать. Сейчас. Сейчас, секундочку. Сейчас можно достать. А вы потом понесите, почему это состояние хорошее? Почему это хорошее? Почему это хорошее? Да. Ну, сейчас, да, я покажу. Там будет в самом конце. Сейчас тут... Так, про редаут. Я не помню, где это написано. Может, я чуть позже посмотрю. Но про редаут что-то было про ошибку редаута. Ну, это Лакичи. Да, он, кстати, не рискается. А. Сейчас, ну, может, я тогда потом, может быть, посмотрю. Ну, просто сейчас я точно не помню, где было написано. О, вот. Что-то написано. Там просчитывание. Да, потому что вот, когда они тут вот N, sequence из N штук сделали, они увидели, что что-то выяснили. Что не зависит, что... Ошибка такая. Да, да. Ошибка примерно такая же. Вот. То есть, как бы, они сделали вывод, что дело не в этом. Так, я... А тут... А в зуме вот что видно? Вот это видно? В зуме презентации. Убираешь. Хорошо. Вот. Ну, и последний Z поворот. Просто они уходили на время Z-2-Z импульса обратно в пространство кубита. Ну, и просто эволюция кубита. Вот. Вот. Дальше они говорят про CAD Quadrature Redout. Это вот вторая накачка, которая с такой частотой была. И она вот во всех этих вращающихся системах отсчета, она в гамильданьян вносит такой вклад. Значит, можно сказать, что происходит аналогично тому, как с обычным дисперсионным считыванием. То есть у нас сдвигаются противоположные, ну, с одинаковым значением, но с разными по знаку, частота считывающего резонатора в зависимости от состояния плюс альфа или минус альфа. Вот. А B еще такой Z-оператор? Что? Какой Z-оператор B? B – это резонатор, обычный Redout Kevitz. Ну, там тоже есть. А, ну, да, это тот самый, который большой, да? Да, это большой резонатор, в котором все расположено, 3D-резонатор. Вот. И дальше они провели такую серию экспериментов, они как раз, вот это то, для чего это все было сделано, чтобы показать, что время затухания, вот если мы готовим X, ну, вектор, лежащий по оси X, он будет жить более 100 микросекунд. То есть, что они сделали? То есть, они с помощью последовательности импульсов нашли время жизни, ну, таких состояний. То есть, вот этот вот квадрич, вот этот Redout, который кубит квадрича, то есть, мы должны спроектировать, мы видим проекцию состояния на оси X. Вот. И то есть, сначала мы наш фоковский кубит, мы переводим в вектор, поворачиваем по X, дальше мы просто ждем время и производим для нашего кубита, который вот в этом состоянии, в cat-стейтах, мы проводим cat-квадрича Redout и получаем, что у нас время жизни 106 микросекунд, но по Y и Z около 2,5 микросекунд. Можно сравнить, например, с временами T1 и T2 у фоковского кубита они были просто измерены. Сейчас я, тут кажется, это есть, да, что T1 для кубита, когда у нас не включен ни один драйв, ну, то есть, не включены вот эти вот сквиз-драйв и не включен драйв cat-квадрича Redout, то T1 у нас равняется 15,5 микросекунд, а T2 — 3,4 микросекунды. Вот. И то есть, смысл этого всего в том, что в этот вот член, в уравнении Лимблада, он как бы, получается, А крест А — это примерно единица, потому что А — это сигма Х, и получается, что как бы основная проблема будет как раз не из-за дефазировки в такой системе, а из-за релаксации. Ну, вот просто в такой системе А, оператор А — это сигма Х, и получается А крест А, который отвечает за дефазировку, он равен единице. Сейчас, а вот то, что А — это сигма Х, откуда берется? Это выведено? Это выведено. То есть, просто вот для такой системы, у которой в таком пространстве, в котором два состояния — это cat-state, там получается, что есть саблимент. Давайте я покажу все равно там. Вот, это достаточно легко выводится. А вот это самым первым. Вот. Вот. То есть… Вы что-то показываете, потому что… А, сейчас, 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 давайте я… Так, новая демонстрация или что? Ну, можно заново демонстрация начать или перевыбрать окно просто. Так, это на что? Наверное, на зеленую кнопочку «Share Screen» нажать и выбрать там другое окно. А, новое… Все, все, все. Хорошо. Так, вот. Вот. Да. Сработало. Спасибо. Сработало. Вот. И просто вопрос про то, почему А — это сигма Х, потому что… Потому что… То есть, можно просто записать, что… Сейчас, секундочку. Я это сделаю. Ну, я бы сказал так, что это был переход на его собственную состояние движения. Такого… Если это не так, то… А, ну, просто да. То есть, мы можем расписать оператор А таким образом, ну, просто подействовав на состояние c альфа плюс и c альфа минус, мы понимаем, что оператор А… Ну, для него справедливо такое выражение. p — это вот нормировочная… из нормировочных констант следует. И как раз, когда у нас альфы большие, это выражение стремится к единице. И получается… Мне кажется, что это более-менее просто следует из того, что… Ну, вот у вас это состояние — это суперпозиции плюс альфа и минус альфа, да? Да. И действием на них оператором А, вы знак меняете и превращаете одно в другое. Да, да, да. И получается, что это как аналогично действует sigma x. Вот. Ну, как тут-то просто показано строго. Вот. И получается, что оператор А — это альфа sigma x. у нас. Так. Я возвращаюсь. Вот. Ну, это как бы все. То есть основная вещь то, что у них получилось 106 микросекунд. И есть какие-то параметры, параметры системы измеренные. Всё. Всего за внимание. Спасибо. 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 Чтобы понять. Что? Можно смылить примерно так, что это всё так долго живёт, потому что геренция состояния здесь даже затухает, не вмешается оттуда, да? Но при этом они, если изначально друг другу достаточно далеки, то как бы они всё равно стоят друг другу достаточно далеки. В этом смысле геренции не происходят. Вот. И вот как бы вот эта ситуация. Фактически просто игра на том, что это состояние, которое сам себе такие достаточно уже мутостатические. Ну, вот ещё вот этот вот потенциал с двумя ямами, и в каждой яме получается герентное, ну, локализованное состояние. Они говорили, что шумы у них локальные. И они рассматривают суперпозицию двух состояний, которые, как бы, ну, разнесены, да. И они просто где-то находятся. И, грубо говоря, трудно очень превратить одно или другое. Способ, он, действительно, достаточно... Ну, просто, ну, не знаю, может, потом... Ну, много вопросов. Два права. Ну, я могу это сделать. Ну, дело в том, что их плани создать. Здесь, как бы, есть способ, как создать, стартовав с... С такой простой, с обычным кубитным. Да, то есть они говорят, что как раз это является их преимуществом, то, что достаточно просто с помощью просто драйва переводить. Ну, они говорили, что, да, у них в планах что-то такое, двухкубитные гейты и так далее. Но, как бы, надо... Там все есть порция. Ну, вот, просто еще момент в том, что они долго переводят в состояние. То есть, как бы, однокубитные гейты, они, как бы, делали только... Ну, вот, с помощью этого обычного считывания. То есть, они сначала переводили в состояние, потом... Потом обратно. И... Сейчас это было выписано. Про Z я помню 38. Сейчас я посмотрю. Да, 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 да. Сейчас... Вот, что-то, мне кажется, 38 будет. Видно, не будет понятно, как делать. Надо все обратно вернуть в состояние. Да-а-а-а. Да? Раз-мам, а потом два-треки. Ну, понятно. В общем, в эти состоянии надо переводить в том, чтобы не долго хранится. Ну, что, на самом деле все операции, те же операции производятся... А-а-а. Смотрите, смотрите, картинки. У нас все производится, на самом деле, не в состоянии кота. Нет. Кроме, кроме вот, что операции считывания... А-а-а. Вот тот, который... Сигма-икс. А, это просто, да, Раби-астилят. Раби-палса будет там переводить. Да. Ну, то есть, это просто поворот по Си-Х. Там на следующей странице есть такое вот. Вот там вот, да. А-а, вот тут... Ну, тут как бы они... Ну, это вот Кэт-квадр-черкдаут. Он, да, он внутри поиск. Ну, это леда-палса. Это не прогреждавание состояния. Ну, да. А, ну, тут у них особенность в том, что... Почему так легко переводить именно из-за кубического члена. Кубической негативности. То есть, как бы она... Ну, либо есть... С двух кубиков можно состряпающие параметры подобрать. А, ну, да. То есть, как бы тут же они правильно подбирали эти параметры, правильно подбирали частоты драйвов, чтобы во вращающей системе что-то было что-то понятно. Потому что из трехуровневой можно состряпать, чтобы было А-квадрат и А-крест-квадрат. Ну, это Керовский штуковик. Из трехуровневой делается. Может, как-нибудь можем там... Ну, Керовский фактически. А, это можно? Ну, на самом-то деле, тут... Ну, на мой взгляд, да. Ну, я понимаю, что там же как-то таково кубик-элемент, там система вот эта с переходами, она в классическом режиме. Ну, да, да. То есть... И они формируют потенциал сильно драйвов. Детали мне непонятны, но понятно, что это сильно линейное, драйвов, эффективно получается такой потенциал. Да, это уже здесь, вдохновение, вдохновение. То есть из оптики на самом деле это работает. Потому что через всех катиминъцкогерентное состояние просто оптики лидов, и они как-то проще делают. Они, наверное, хотят, чтобы была конкурентная стоянка, это же такое, что-то в истории понятное. Мне не очень понятно, потому что раз физический хиан большой, это означает, что в каком-то смысле вот это вот падаемо в третьей степени, оно не совсем мало. То есть это означает, что хотя в четвертой степени они убили, ну ладно. Вот тут есть G3, это 20 МГц, и К это 6-7 МГц, то есть да, у них третья степень больше. Сейчас можно было. Ну пятую степень вообще не рассматривали. Не характеризованы никак. Вы закончили очень хорошо. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте, специальное счастье. Да, 100 микросекунд. Спасибо. 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 Спасибо.